Здравствуйте дорогие радиослушатели, в эфире специальный выпуск программы Политинформания. Ее ведущие Эдуард Брумер и Геннадий Брумер. Мы продолжаем тему борьбы украинского народа за свою независимость. Это действительно не просто слова. Напоминаем, 24 февраля Россия напала на суверенное государство Украина. И как бы Владимир Путин не называл какой-то там специальной операцией, это является война. Сегодня с нами украинский журналист, международник, политолог Иван Яковин. Спасибо, что вы с нами. И первый хотел бы задать вопрос. А какая сегодня обстановка в Украине и последние новости, хотя бы кратко. Да, но обстановка, в общем, неплохая. Я думал, могло быть хуже. Дело в том, что сегодня, например, случилась такая история. В Бердянске был взорван корабль, большой десантный корабль Орск, на котором, видимо, перевозили какие-то боеприпасы или что-то из этой серии. Взрывом был поврежден еще один корабль. И вроде бы он затонул. Два корабля вышли в открытое море десантных больших. Российские корабли все это, естественно. Один из них горел. В общем, такая очень серьезная операция была приведена украинским военно-морским флотом. Судя по всему, это нарушит систему снабжения российских войск на юге Украины. Именно там, где сейчас самые горячие бои идут, в районе Мариуполя, в районе Запорожья. Потому что, вы знаете, наверное, пытаются российские войска пробиться на север в район Запорожья. В общем, ситуация довольно хорошая складывается на этом участке фронта. Плюс на севере, в районе Киева российские войска были существенным образом отброшены от Киева. И в числе прочего, там была захвачена машина, которая называется Красуха-4. Это машина радиоэлектронной борьбы. Благодаря этой машине российские войска как бы ослепляли украинскую разведку и не давали действовать успешно украинским беспилотным самолетам, беспилотникам в этом районе. И я так понимаю, что благодаря вот этому изменению, захвату этой машины, сейчас британцы, американцы научатся ей противодействовать. И, в общем, это облегчит работу украинских беспилотников и других радиоэлектронных средств в районе Киева. Ну, а по остальным участкам фронта все плюс-минус на том же уровне, что и было там неделю назад. Никаких особых изменений нет. Иван, смотрите, Россия в своем таком победоносном экстазе, таком победобесе, вот это любимое их слово, уже чуть ли не заявляли о параде в Киеве. Нам известно, что Россия теряет большое количество людей, несет потери огромные. Как бы вы могли прокомментировать, в цифрах, какие потери на сегодняшний день Россия понесла? Ну, официальные украинские данные более 15 тысяч человек, убитыми только. Недавно российское издание «Комсомольская правда» озвучило свои цифры. Согласно этим цифрам, российские войска потеряли около 10 тысяч убитыми, 16 тысяч ранеными. В общем, ситуация довольно такая тяжелая для российской армии. По сути дела, там потери уже такие же, как у советской армии во времена Афганистана. Мы напоминаем нашим радиослушателям, что мы беседуем с журналистом-международником и политологом Ивана Яковина. Наш телефон 847-400-5200. Звоните, задавайте вопросы. Иван, такой вопрос, наверное, сложный может быть. Известно, что в Киеве, ну и в Харькове, наверное, много русских людей живет. Скажем так, не россиян, а именно русских. Каково к ним сейчас отношение вот в это время? К тем, кто на улицах, например, говорит по-русски, а кто-то идентифицирует себя как русский человек. Что-то изменилось или все на том же уровне? Да я бы не сказал. Знаете, я вот, например, россиянин, то есть я гражданин России. Я давно уже очень живу в Украине, но паспорт до сих пор российский. И я не чувствую, что ко мне какое-то особо плохое отношение. Наоборот, люди, как бы те люди, которым смотрят мои программы и так далее, они относятся ко мне даже наоборот более позитивно, что ли. То есть ко мне часто люди подходят на улицу, говорят им, Иван, спасибо вам за то, что вы делаете и так далее. И причем это происходит даже в Западной Украине, то есть в западных областях Украины и не только в Киеве и в Харькове. А в Харькове, так, ну, слушайте, ну, там почти все говорят по-русски в Харькове. Ну, большая часть населения. В Мариуполе, наверное, почти тоже все. Какое там может быть отношение к русскоговорящему людям? Нормально, обычно, ничего такого страшного. На самом деле, мне кажется, прошли уже те времена, когда людей в Украине делили по языку. Сейчас все видят, что в самых русскоговорящих регионах Украины идет самое жестокое сопротивление оккупантам. И такие города, как Херсон, как Мелитополь, они выходят постоянно на демонстрации антироссийские, и где участники этих демонстраций говорят, что мы за Украину, мы являемся частью Украины, мы украинцы. То есть язык уже украинский, он, конечно, важен, но нельзя сказать, что человек, который там говорит по-украински, он как-то более патриотичен, чем тот, кто говорит по-русски. В общем, сейчас русскоязычные регионы, в основном русскоязычные, они ничуть не менее патриотичны, настроены, чем регионы Украины, говорящие. Иван, Украина вынуждена с агрессором вести переговоры ради спасения гражданского населения, вообще ради спасения своих людей. В какой стадии сейчас эти переговоры? И если вы знаете что-нибудь по тем пунктам, которые, значит, найдены какие-то... Озвучиваются. Даже не то, что озвучиваются, а найдены какие-то компромиссы, потому что есть пункты, я знаю, по которым компромисса нету и быть не может. Мне кажется, переговоры эти ведутся, главным образом, в ритуальных целях. Они нужны Украине показать, что Украина готова к миру, готова к мирным переговорам, а Россия... Ну, Россия, наверное, что-то хочет выжать из этих переговоров, но у нее, естественно, ничего не получится. Поэтому я даже серьезно не отношусь к этим переговорам, честно вам скажу. Никогда Украина не признает ни российского суверенитета над Крымом, ни российского суверенитета, точнее, независимости этих ЛДНР, так называемых. Этого не будет, это полностью исключено. России же только это и нужно. России даже не только это нужно. Судя по тому, что говорит Владимир Путин, ему нужно полное уничтожение Украины как суверенного государства. Естественно, Украина ему этого никогда не даст. Поэтому эти переговоры обречены на неуспех. Я думаю, реальный какой-то прогресс на переговорах может случиться только в том случае, если Россия потерпит какое-то крупное поражение, скажем, в районе Киева. Сейчас дело идет к тому, что там будет окружена под Киевом довольно большая группировка российских войск. Если она будет разбита, пока сложно говорить, закончится ли это окружение, произойдет ли оно и как там дальше события будут развиваться. Но давайте предположим, что окружение свершилось и была разбита большая группировка российских войск. Я думаю, вот тогда какие-то переговоры будут иметь смысл. До этого, думаю, нет. Сегодня президент Байден прибыл в неочередной саммит в Европу, в Брюссель. Значит, было озвучено то, что США готовы принять до 100 тысяч украинских беженцев. Как вы считаете, а при этом, кстати, Байден дал понять, я не знаю, насколько это правильно, что возможны территориальные уступки Украины при заключении какого-то, наверное, мирного договора или что-то, когда придет. Как вы вообще к этому относитесь и что Америка должна сделать больше, по вашему мнению, чтобы Украина смогла победить в этой войне? Насколько мне известно, Джозеф Байден не является президентом. Вряд ли он тут может говорить какие-то территориальные уступки от имени Украины. Если ему так сильно хочется, пускай дает куски Америки Владимира. Иван, вы первый человек, удивительно, мы даже не ожидали, вы первый человек, который сказал, что Джозеф Байден не является президентом. Он, кстати, для нас тоже не является президентом. Для нас тоже не является, но мы просто чисто корректно с вами и со многими, с кем беседуем, употребляем это слово. Я вам так скажу. Если он говорил что-то подобное, я думаю, я его осуждаю. Это неправильное рассуждение. Никаких территориальных уступок не будет. Об этом даже речи не может быть никакой. Вот так вот я скажу. А какая помощь, как вы считаете, дополнительная может быть со стороны США? Ну и давайте скажем и с Европы. Что сделано недостаточно? Нужны артиллерийские установки, нужны танки, нужны гаубицы. Ко всему этому нужны патроны, боекомплект, скажем так. Плюс, конечно, нужны очень установки ПВО, противовоздушной обороны. Если все это поступит в Украину, это будет очень хорошо. Это именно то, что нужно. Иван, говоря о Владимире Зеленском, президенте Украины, сегодня он главнокомандующий в это очень тяжелое для Украины время. Как бы вы оценили его деятельность? Видите ли вы моменты в его деятельности, которые бы... Ну, не то чтобы критиковать, критиковать сейчас это не то слово, а вы хотели бы, чтобы он это делал лучше, будем так говорить. Я, честно вам скажу, с самого начала, когда президент Зеленский еще не был президентом, я верил в его победу и вообще думал, что именно такой человек и нужен. Не из политической тусовки, которая пригрелась в Киеве на протяжении долгих десятилетий и делила там этот пирог сначала тебе, потом мне и так далее. Мне казалось всегда, что нужен человек извне. Этот человек пришел, Владимир Зеленским стал. Многие люди в Киеве особенно очень скептически к нему относились, очень скептически на грани того, что считали его чуть ли не агентом Москвы и так далее. Но война, как мне кажется, все расставила по своим местам. Зеленский доказал свою способность эффективно, смело и разумно управлять страной. И я считаю, что он на данный момент все делает, ну, если не идеально, то близко к тому. Какие-то есть ли у него ошибки? Ну, наверняка есть. Но, знаете, я его критиковать ни в коем случае сейчас не хочу. И к тому же, знаете, критика со стороны гражданина России сейчас бы звучала в адрес украинского президента не очень правильно. Поэтому я оставлю эту возможность гражданам Украины, пускай они критикуют своего президента, я этого делать не буду. В Украине была такая пророссийская партия. Мы уже в предыдущей нашей передаче задавали такой же вопрос Алексею Гончаренко, депутату Рады. Они как-то исчезли с началом войны. За жизнь, надо назвать. За жизнь, да. За жизнь. Оппозажаем. Да, оппозажаем, да. Там были такие лидеры, как Бойко, Медведчук. Ну, с Медведчуком как бы все понятно, кем он был, но он как-то исчез. А вот, господин Рабинович, откуда этот человек с известной фамилией такой вот международной исчез? У вас есть какая-то информация? Нет, понятия не имею, где Рабинович. Честно говоря, мне это вообще неинтересно даже. Уехал, наверное. Но он был один из главных патриотов Украины, в смысле пророссийских патриотов Украины. И вот он исчез. И как бы странно. Я не думаю, что этого человека когда-либо за последние годы интересовало что-то кроме власти и денег. И никаким там патриотизмом, никаких там убеждений, я практически уверен, нет у этого человека. Он отрабатывал свою пайку. Делал это, на мой взгляд, очень некрасиво и неприятно. И куда он подевался, ни малейшего интереса у меня не вызывает. Иван, если многие аналитики, военные аналитики и политологи, мы, например, беседовали с Андреем Иларионовым, говорят о том, что они в какой-то степени даже удивлены мобильности и профессионализму украинской армии. Что бы вы могли сказать по поводу украинской армии, насколько она на сегодняшний день мобилизована, насколько она умеет вести эти сражения, насколько ее командиры очень, как бы это сказать, ну, профессиональны, можно так, наверное, сказать, насколько они, на каком уровне их профессионализм. И могли бы вы озвучить фамилии тех, кто конкретно ведет оборону Украины? Потому что, честно говоря, в СМИ мы не видели много имен. Все-таки имена героев надо озвучивать. Как мне кажется, если у вас есть фамилии людей, которые руководят на том или ином участке обороны. Нет, фамилии у меня нет. Если бы я даже знал, я все равно не сказал. Потому что вы понимаете, что если я назову, на этих людей начнется охота. Если вот кто-то будет именно героем и так далее. Давайте мы про героев поговорим тогда, когда война закончится. Я вот так думаю. Потому что, очевидно, абсолютно, сейчас у Украины есть плеяда некая очень грамотных командиров. Которые проводят даже с ограниченными силами, какие есть, без господства в воздухе, все равно они проводят замечательные операции. Одно я упомянул сегодня, это вот то, что в Бердянске случилось, где там половина этого флота вторжения была утоплена или повреждена, или уничтожена. Что сорвало полностью российским войскам операции по снабжению всей их группировки на юге Украины. Это была грандиозная по своему значению операция, не побоюсь этого слова. Другая была история. В аэропорту Херсона, аэропорт называется Чернобаевка, там была просто сметена вся российская авиация, которую туда перегнали, биты нескольких генералов там и так далее. Опять же, нарушены были планы российские по продвижению в глуби украинской территории. В частности, была полностью снята, ну на данный момент, по крайней мере, угроза захвата Николаева с дальнейшим выходом на Одессу. Тоже хорошо. Около Киева, как вы знаете, тоже успешное было контрнаступление за последние дни. Взят город, точнее освобожден город Макаров и так далее. Есть эти люди, есть эти профессиональные военные, командиры. Очень хорошо они действуют. Очень важно то, что они действительно в очень ограниченных плане господства воздуха ресурсов действуют. Да, эти люди есть, и они действуют весьма успешно. Иван, у нас есть звонок. Давайте мы ответим на звонок и на вопрос. Называйте себя, откуда вы, и говорите, пожалуйста. — Добрый день. А мне отношения, вы как радиоведущие, журналисты, какое ваше отношение с основателем «Эхо Москвы» сегодня в Москве? Мы сейчас не будем на это отвечать по поводу Венедича. А, ну пожалуйста, можете ответить. Пожалуйста, Иван. — Почему? Почему вы не можете? — Почему мы не можем? Потому что у нас другая передача. — Я осуждаю антисемитизм и любые его проявления. Это диктости так быть не должно. Это бред, это скотство свинства, и за это надо сажать, я считаю так. — Иван, хотел бы все-таки озвучить фамилию Владимира Кличко, да? Мэра Киева, который, мне кажется, ну вам виднее, скорее всего. Он делает очень большую работу по обороне Киева, по мобилизации людей. Сегодня было интервью, если вы смотрели, Валентины Мельниковой, журналисту Гордеевой. — Где она говорила о раненых, о том, как украинцы по-человечески вывозят тела своих погибших героев, какое отношение к раненым, как ведется учет людей. Чтобы, если вы что-то знаете по этому поводу, вот отношение общества к своей армии, к своим солдатам, можно это озвучить? — Да, конечно. Это близко к обожествлению, я бы даже сказал. То есть, военных действительно вся страна считает героями. Без преувеличения. Это не какая-то фразочка красивая. Это герои на самом деле. Я недавно был в одном поселке, ну, средних размеров, не то что маленький, там, наверное, тысяч 10 людей живет, может, чуть больше. И там был один погибший солдат. Все жители пришли на похороны, на пивание, в церковь зашли, там, около церкви стояли, кому и места не хватило. Плакали все. Это было, конечно, очень трогательно. И, ну, понимаете, действительно люди очень переживают за военных, поэтому вся страна помогает в полном составе. Волонтерское движение ни с чем, я думаю, не сравнимое. Буквально каждый человек, каждый, от маленьких детей до дряхлых стариков, все что-то делают для победы, для фронта, для армии. Это поразительно. Такого единения, такого душевного порыва, народного, действительно, без привлечения порыва, я не знаю, я никогда не видел ничего подобного. Иван, политическая составляющая России, мы про нее говорить не будем, там все понятно. А вот общественная и культурная составляющая России раскололась. Будем так говорить, какая-то часть актеров, певцов встала на сторону Украины, говоря о том, что это беда огромная, воевать с Украиной. А такие, как Владимир Машков и Николай Басков, они встали на сторону нацизма, российского фюрера Путина. Как вы относитесь к тому, что вот в России произошел вот этот раскол, вообще как вы относитесь к тому, что часть российской культурной общественности поддерживает Путина? Агрессию, скажем так. Знаете, я не отношу этих людей к области культуры в принципе, потому что культура, она по определению своему противоречит войне. Войне, это шлюхи, извиняюсь за слово, бляди, которые работают на Владимира Путина, это никакие не деятели культуры, с моей точки зрения. Это люди, которые поддерживают убийство, кровь, насилие, их нельзя называть. Их вообще, ну, вот то слово некрасивое, которое я сказал, оно, в общем, их, мне кажется, в полной мере описывает. Говорить о них, как о людях культуры, с моей точки зрения, просто неправильно. И на самом деле, вот эта ужасная абсолютная история, она стала таким водоразделом. Она очень хорошо иллюстрирует, кто есть кто. Кто на самом деле, у кого есть совесть, у кого есть чувство человечности, эмпатии, понимания того, что хорошо, что плохо, а у кого этого нет. И вот мы замечательно это все видим. Я надеюсь, опять же, что когда в России сменится власть, то вот эти люди сядут в тюрьму. Причем сядут надолго. Иван, какое сегодня отношение между Западной Украиной и Восточной Украиной, потому что, ну, скажем так, Западная Украина отождествляла в своем флаге желтый цвет, да, блокитный более российскую часть. Каково сегодня взаимоотношение вот этих двух частей Украины? Потому что раньше, конечно, там было противоборство, как бы отделяли люди друг друга. Нет, не осталось никакого противоборства. Я сейчас нахожусь в западной части Украины. Постоянно формируются караваны целые с гуманитарной помощью, как и какие-то люди не только централизованные. У кого-то, например, есть микроавтобус. Он собирается, такой человек, кооперируется с людьми, у которых есть там какие-то продукты или есть какие-то лекарства. Он возит, они ему приносят эти лекарства, то есть все всем помогают. Потом сюда, как вы понимаете, от войны сбежало огромное количество людей. Принимают, размещают у себя в домах, кормят, поят, помогают как могут. Нет никакого разделения больше. А тех, кто пытается поделить, сразу осекают, сразу говорят молчать, не лезь, не пытайся даже вот это разжигать. И правильно делают, на мой взгляд, потому что действительно, если раньше были какие-то противоречия, послушайте, война настолько стерла это все. Вот даже кто-то шутил, что я настолько, как бы страна объединилась, человек писал в фейсбуке, что я могу обсуждать текущую политическую ситуацию даже со своей бывшей. Вот такая шуточка была. То есть, я думаю, вы понимаете, единение действительно очень сильное. Прощают люди какие-то старые обиды друг друга, потому что сейчас ничего не имеет никакого значения по отношению к вот этой главной беде, главной проблеме, к спасению страны, спасению свободы, свободы, независимости, идентичности своей, как угодно называется. Иван, мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу, и через пару минут вернемся и продолжим нашу очень интересную беседу. Не отключайтесь, будьте с нами. Спасибо. Мы продолжаем программу, специальный выпуск политинформании. Ее ведущие Эдуард Брумер и Геннадий Брумер. И с нами сегодня беседует украинский журналист-международник и политолог Иван Яковин. Иван, вы с нами? Да, я с вами, только я не политолог. Человек, который может правильно объяснять положение дел в стране, может называться политологом. Хотя бы на сегодняшнюю передачу. Хорошо, примем это к сведению. Иван, смотрите, война, как мы все очень хотим, должна закончиться. И мы очень надеемся, что она закончится победой украинской армии. И, естественно, все пойдет тогда на условиях Украины. Как вы видите, вот эти отношения после войны, дай бог, все будет нормально. Мы верим в то, что все будет нормально. Ну, если так, конечно, называть нормально то, что происходит, к сожалению. Как вы видите взаимоотношения Восточной Украины и Западной Украины. Будет ли она объединена, так же, как она сейчас объединена, либо это вернется к, будем так говорить, к разным взглядам, к разной жизни, если можно так сказать. Я думаю, не будет никаких особенных проблем в этом смысле. Потому что сейчас, я повторюсь, фактически в этой войне выковывается украинская нация. Она была сформирована еще Майданами, я бы сказал так. Сейчас она проходит закалку, как вот сталь такая закаляется. И она становится абсолютно гомогенной, абсолютно идентичность, в общем, сейчас украинская формируется прямо на глазах. И она не просто даже формируется, она укрепляется, становится вот такой повсеместной, одинаковой и ясной для каждого человека. То есть, она выковывается уже не на идеалах каких-то местных, локальных, а на идеалах таких, как свобода, ценность свободы. То есть, на таких вот ценность независимости, ценность самостоятельного определения своей судьбы, демократии, опять же. Все это становится ценностями украинской нации. Она становится конституционной нацией, я бы так сказал. То есть, происходит очень интересный процесс на самом деле. И я думаю, вот эти какие-то региональные различия, которые существовали до определенной степени раньше, они будут все стерты. Их больше не будет. Иван, значит, ну, война, как мы и говорили, закончится. А что будет считаться победой? Как станет вопрос в отношении Крыма и в отношении ЛДНР? Что с этими регионами будет и как вы видите будущее после победы? Победой будет считаться, скорее всего, либо гибель, либо тюремное заключение для Владимира Путина. Арест, может быть, не знаю. То есть, я абсолютно уверен, что война закончится только тогда, когда Путин перестанет быть президентом России в той или иной форме. Когда это произойдет, вопрос ЛДНР сам собой решится. Потому что никому, кроме Путина, эти два вродских образования не нужны. Их не будет просто. Оттуда уйдут российские войска. Они расставят как роса на солнце. С Крымом ситуация сложнее. Но я думаю, любая власть следующая, которая придет в Россию, она будет вынуждена как минимум начать переговоры по поводу возвращения Крыма законам владельцев. Эти переговоры начнутся. И я думаю, они в конце концов закончатся тем, что действительно Крым будет передан Украине. Почему? Потому что, опять же, по большому счету, для российской элиты Крым никакой ценности не представляет. Поэтому она с радостью избавится от Крыма в том случае, если ей Запад пообещает сохранение ее капиталов и возможности эти капиталы тратить, скажем, в Лондоне, на французской ривьере или где-нибудь у вас там поближе, в Майами или в Нью-Йорке. Я думаю, потому что, понимаете, всем российским олигархам, им же не интересно на южном берегу Крыма, им интересно на южном берегу Франции, им не интересно Луганск, им интересно Луган, Швейцария и так далее. Я думаю, они с радостью все это отдадут. Иван, против России введены, наверное, самые жесточайшие санкции за все время, наверное, даже не говоря уже о Советском Союзе. Я думаю, что российское руководство с Путиным даже не ожидали того, что произошло. А вот вас удивили эти санкции и то, что международные компании начали уходить из России? Нет, не удивили. И я, более того, я всегда думал, что если Россия действительно решится на такой шаг, как война полномасштабная против Украины, главной проблемой в этом случае для Путина станут не те санкции, которые вводят страны Запада, Европейский Союз или Соединенные Штаты, а те санкции, которые будут вводить индивидуальные люди. То есть, каждая компания сейчас вводит против России свои собственные санкции. Например, тот же Макдональдс, он ушел же из России не потому, что ему запретили там работать. Нет, потому что никто сейчас не хочет торговать с фашистской Германией в 1939 году. Все понимают, что торговля с Россией сейчас, это примерно то же самое, что торговля с Гитлером перед началом Второй мировой войны. И никто не хочет искупать, так сказать, свое имя в этом дерьме. Поэтому, собственно, эти санкции и стали такими жестокими. То есть, скажем, например, сейчас нет санкций против российской нефти в Европе. Пожалуйста, и Россия имеет полное право продавать свою нефть в Европе. Но эту нефть никто не хочет покупать. Вот в чем дело. Очень мало желающих приобретать эту нефть. Если ее покупают, то с огромным дисконтом. То есть, со скидкой большой. Потому что, опять же, это нефть. Если ты покупаешь эту нефть, ты помогаешь, в общем, современному Адольфу Гитлеру. И, конечно, за это приходится платить. То есть, вот эти санкции, которые сейчас мы видим, главная, так сказать, проблема Владимира Путина, это даже не то, что вводит правительство Великобритании, Соединенных Штатов или Европейского Союза, а то, что сами обычные люди делают. Какая-нибудь федерация керлинга прогнала российских керлингистов из своих рядов. Или там филателисты какие-то. То есть, идет изоляция России по всем абсолютным направлениям. По всем. Вот это самое ужасное сейчас для Российской Федерации. Оно, с одной стороны, самое ужасное, а с другой стороны, самое действующее, самое действенное. Потому что именно такие санкции, санкции, которые вводят индивидуальные компании, и даже просто иногда индивидуальные лица, как Стивен Кинг, например, запретил публиковать свои романы в России. Так вот, вот такие санкции, они действительно способствуют созданию атмосферы полной тотальной изоляции. А в тотальной изоляции никто не хочет жить. И когда люди начнут с этим сталкиваться всерьез, тогда они начнут понимать, что что-то не то происходит с нашей страной. И уже никакая пропаганда не будет помогать в том смысле, чтобы они изменили свое мнение на противоположное. Напоминаем нашим радиослушателям, с нами сегодня на линии Иван Яковина, украинский журналист, блогер. Наш телефон 847-400-5200. Звоните, микрофоны открыты. Иван, вопрос такой, отношение Украины с Китаем. Абсолютно непроговоренная тема, мне кажется, нигде даже. Ведутся ли сейчас какие-то дипломатические разговоры, переговоры, контакты с Китаем для того, чтобы Китай не смог обходить те санкции, которые установлены Евросоюзом, Америкой? Ну, давайте честно говорить. Украина и Китай несопоставимы по своей мощи. В первую очередь экономической мощи, да. Поэтому Украина никак по-серьезному надавить на Китай не может. В экономическом смысле, по крайней мере. Все, что может Украина, это попросить Запад, чтобы Запад надавил. Америка может надавить, Европейский Союз может надавить. И они, в общем, говорят, что мы надавим на Китай, если Китай попытается оказывать какую-то помощь Российской Федерации в этой войне. Но что может сделать Украина? Украина может сделать то, что сделала Литва. А именно, открыть, не посольство, значит, открыть, а представительство Тайваня в Киеве, например. Вот Литва, гордая маленькая Литва, она же фактически показала Китаю средний палец. Она сказала, что пока вы там будете ущемлять права человека у себя в Китае, то мы будем делать вот что. Мы будем открывать какие-то представительства Тайваня. И открыли представительство Тайваня. Я думаю, Украина могла бы сделать то же самое. Потому что, знаете, сейчас, вот когда в 70-е годы американцы восстановили свои отношения с МАО, с континентальным Китаем, это же было нужно для чего? Для того, чтобы создать противовес Советскому Союзу. Больше, в общем, никакого особого резона в этом не было. Сейчас же нет необходимости создавать противовес Советскому Союзу, поскольку Советского Союза попросту нет. Россия уже сама стала бассалом Китая. Поэтому я думаю, что страны Запада, в общем, могли бы уже потихонечку отказываться от признания континентального Китая в пользу признания Тайваня. Или, по крайней мере, угрожать Китаю таким признанием в том случае, если он себя будет вести по-свински. Иван, у нас есть звонок, давайте мы ответим на наш звонок, нашего радиослушателя. Говорите, пожалуйста. Да, говорите. Называйте свое имя. Здравствуйте, Иван. Вы слышали такое имя и фамилию Игорь Беркут в Украине? Он создал новую в Украине. Вы слышали такое фамилию или нет? Игорь Беркут. Ну вот, это плохо для вас. Потому что он уже говорит, что южные области Украины, это Одесса, Николаев, Херсон, Запорожье, Днепропетровск, будет создан новый Израиль. Он же явно говорит, сидит в Киеве. Вы ничего не знаете. Почему Израиль не дает Украине железный купол? То же самое. Вот дайте мне ответ на все вопросы. Вы очень далеко, как говорится, Иван Планович. Спасибо за ваш вопрос. Иван, вы слышали вопрос, да? Слышал, но я не думаю, что я его понял. Почему южные области Украины станут новым Израилем? Да, в каком-то смысле. И почему Израиль не дает Украине железный купол, чтобы закрыть небо? Ну, Израиль не может дать сам по себе железный купол, потому что в Израиле нет такой возможности. Этот купол во многом американской сборки, что называется, должно быть совместно. Потом Израиль, если кто не знает, существенно меньше, чем Украина. Поэтому накрыть всю Украину железным куполом очень-очень тяжело с технической точки зрения. Потом, если Израиль начнет поставлять во время войны оружие Украине, то я боюсь, что это может вызвать неадекватную реакцию со стороны Российской Федерации. И она начнет поставлять оружие каким-нибудь нехорошим арабам в окрестностях Израиля. И вообще нынешнее российское руководство, оно немножко прибабахнутое, может что-нибудь очень нехорошее для Израиля устроить. А для Израиля, как известно, проблем с безопасностью и без того хватает. Я думаю, именно поэтому израильтяне сейчас не оказывают такую помощь Украине, как могли бы оказать. Хотя, конечно, живя в Украине, я испытываю некоторое разочарование. Не буду вам скрывать от вас действиями Израиля. Мне кажется, Израиль мог бы более активно помогать. Тем более, что сам Израиль был в положении, когда против него выступают огромные, намного превосходящие Израиль силы. И Израиль искал помощи у той же Америки и находил эту помощь, получал эту помощь. Мог бы, наверное, как мне кажется, на основе общих ценностей с Украиной, ценностей демократии, свободы, независимости, опять же, мог бы и помочь Украине. Но кто я такой, чтобы осуждать и вообще указывать правительство Израиля? Мне кажется, это просто не очень красиво, но это и дело. Иван, недавно в Москве у идиенца и у Путина побывал, типа, президент Белоруссии Лукашенко. Сразу хочу сказать, что мы не считаем его легитимным президентом. Как вы думаете, удалось ли Владимиру Путину уговорить Лукашенко принять участие в войне, чтобы войска Белоруссии вступили на украинскую землю? И у нас есть еще один звонок. Давайте мы примем тоже звонок, и потом вы сразу ответьте. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Я к Ивану вопросу. На Ютьюбе, на польском сайтах есть ролик, где говорят, что Киссинджер в 2012 году говорил, что Израиль суждено где-то 10 лет, не больше. Это 2022 год. И он говорит, и вот эти ролики как раз говорят о том, что будет создаваться этот новый государство. Но это не то. Почему премьер-министр Израиля во время оккупации Украины ездил к Путину, и разговоры был более шести часов. Как это понять? Иван, объясните. Хорошо мне. Спасибо. Послушайте, я не могу отвечать за премьер-министра Израиля. Я думаю, что в числе прочего разговор шел об эвакуации евреев из Украины. Потому что сейчас, я знаю точно, правительство Израиля очень серьезные усилия прилагает к тому, чтобы евреев по максимуму вывезти из Украины в безопасное место. Собственно, в Израиле вывезти. Там автобусы организуются, какие-то рейсы с определенных стран и так далее. То есть, я думаю, может быть, с этим было как-то связано. Переговоры Путина и Беннета. Может быть, о чем-то другом они говорили. Я, естественно, не знаю, потому что если я свечку не держал. Ну, думаю, им было о чем поговорить. Тем более, вы знаете, что какое-то время Израиль предполагался в качестве возможного посредника на этих переговорах. Зеленский сам предлагал, чтобы Израиль стал посредником. Не знаю, чем это все кончилось. По-моему, ничем. Но я думаю, что у Путина, очевидно, были какие-то темы для разговоров с Беннетом. Что именно они обсуждали, естественно, я не знаю и знать не могу. А по поводу Лукашенко, как вы можете прокомментировать? Как вы думаете, ведет ли Белоруссия войска и будет ли помогать Путину? Знаете, все указывает на то, что ведет. То есть, объективные показатели все говорят о том, что будет это вторжение со стороны Беларуси. Но я в это все равно не верю. Из чисто таких психологических причин, я думаю, что Лукашенко на это не решится. Не пойдет. Он, думаю, все равно хочет переиграть Путина в этом смысле. И так и не принять участие в этой войне. Я думаю, знаете, на чем основывается Лукашенко в своей этой игре? На том, что для Путина совершенно неприемлемая ситуация, при которой Лукашенко изгоняют с его поста, то есть свергают и так далее. Чем же Путин говорит? Путин говорит, если ты не пустишь войска свои против Украины, я тебе денег не дам. Для Лукашенко я понимаю, что без денег его власть, его дни, его режимы сочтены. Но в то же время я понимаю, что для Путина ситуация, при которой самого Лукашенко выкидывают, неприемлема. Поэтому Путин может угрожать ему сколько хочешь, но деньги все равно в конце концов даст. Потому что если не будет Лукашенко, то это будет катастрофой для самого Путина. Поэтому я думаю, что Лукашенко все-таки не решится на войну. Сомневаюсь я в этом очень сильно. Хотя, как мы видим, что когда имеешь дело с сумасшедшим диктатором, может произойти все, что угодно. Как вы относитесь к тому, что на днях президент Зеленский запретил большинство партий в Украине? Оппозиционных. Оппозиционных. По сути дела сегодня более такая однопартийная система, что может быть правильно в условиях войны. Как вы вообще к этому относитесь, к запрещению партий оппозиционных? У вас несколько неверная информация. Речь шла не о запрете оппозиционных партий. Речь шла о запрете пророссийских партий и организаций. То есть те, которые отстаивают внутри Украины интересы Российской Федерации. Которые кормятся с руки Российской Федерации. Вот это вот Медведчук, Рабинович, Бойко и их многочисленные всякие клоны, миньоны и так далее. Вот всю эту шушу запрещали. Почему это сделали? Как я к этому отношусь? Я к этому отношусь позитивно, потому что когда вы воюете с Российской Федерацией, довольно тупо, что у вас там в парламенте сидят люди, фактически являющиеся агентами этой страны. Этого быть не должно. И плюс у вас гуляют спокойно по городу, фотографируют укрепления депутаты, которые по сути дела работают опять же на Российскую Федерацию. Это тоже неправильно. Потому что это подрывает обороноспособность вашей страны. Другие партии, не работающие на Российскую Федерацию, в Украине не запрещены. Пожалуйста, если вы оппозиционер, можете оппонировать действующую власть, сколько влезет, до тех пор, пока вы не помогаете России. Все очень просто. То есть, на самом деле, есть партия «Голос», есть партия «Порошенковская Европейская Солидарность». Они все в парламенте сидят, работают. Бьют Юлию и Тимошенко, пожалуйста, тоже блок Юлии и Тимошенко. Никаких проблем. «Батьковщина» она сейчас называется. Все работают. Пожалуйста, никто не запрещен. Запрещены только пророссийские организации. Иван, вопрос, который сегодня задают очень многие и политики, и политологи, и журналисты, и общественные деятели. Несет ли российское общество ответственность за войну в Украине? Думаю, да. Думаю, даже я несу ответственность. Я не думаю, что я несу вину, что я виноват в том, что происходит. Но часть ответственности на мне, я думаю, лежит. Поскольку, понимаете, все-таки, все-таки, кто-то что-то не доделал, кто-то что-то не досмотрел, кто-то что-то не досказал, кто-то где-то струсил. Кто-то не вышел на митинг, кто-то что-то еще сделал не то или не так. И в результате мы получили то, что мы получили. Кого-то в 2000-е годы, кому-то в 2000-е годы было достаточно просто хорошо есть и хорошо отдыхать, и его не интересовала политика. Вот теперь придется заинтересоваться политикой, потому что началась война. Думаю, да, все люди, все россияне несут часть ответственности. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени. Но я думаю, что да, на нас, как на обществе, это есть вина в этом. Иван, через вас. Я хотел бы от всей нашей радиостанции обратиться к украинскому народу, к украинцам, к тем, кто сегодня сражается за независимость своей земли. И сказать, что в Чикаго большинство людей поддерживает вашу оборону. Это не ваша война, это ваша защита сражения за независимость. Сказать, что мы многое делаем, собираем средства, денежные и имущества, и желаем всем выстоять в этой войне. Потому что Украина сегодня это оплот демократии. Это, можно сказать, страна, которая стоит на баррикаде перед варварами, которые рвутся в Европу. Поэтому передайте, пожалуйста, всем, кого вы будете видеть, что мы с вами, мы вас поддерживаем и надеемся на победу. Она будет, естественно. Перед тем, как задать еще один вопрос, я хотел бы добавить к тому, что невозможно уничтожить народ с великой культурой, с великим спортом, с великой историей. Это просто невозможно никак. Поэтому украинцы, правда на стороне украинцев, украинского народа и всех, кто защищает свою землю. И вопрос, который тоже является важным в будущем, сможет ли, на ваш взгляд, сможет ли украинское общество в будущем простить Россию за те безобразия, за эту войну, которую сегодня Россия ведет? Ну, во-первых, я хочу сказать, что ощущается поддержка со всего мира в Украине. Спасибо большое, конечно, и Америке, и простым жителям Америки, и правительству Америки за ту помощь, которая оказывается. И Чикаго-то особенно, потому что Чикаго, я был в Чикаго, кстати, я считаю, что Чикаго, наверное, самый лучший город в Америке. Мне вот Чикаго и Сан-Диета мне с тобой очень нравится. Там большая украинская диаспора, большой привет, если кто смотрит и слушает нас, это чувствуется поддержка. Я вам честно скажу, это очень приятно со всего мира. Что касается вашего вопроса, смогут ли простить украинцы Россию, россиян? Ну, через какое-то время, если будет все нормально, возможно, и да, потому что, ну, вот как вы знаете, наверное, отношения между Германией и Францией, в общем, нормальные сейчас. Более того, даже отношения между Германией и Израилем нормальные. А уж тут-то, конечно, история хуже не бывает, наверное. Просто абсолютно кошмарная история отношений двух народов. Но как-то вот со временем более-менее выправилась ситуация. Для этого нужно покаяние, конечно, со стороны России, со стороны русского народа. Нужно покаяние, нужно исправление тех ошибок, которые были совершены. И самое главное, на что я надеюсь, что когда-нибудь в будущем у России, у русского народа, он воспримет те же ценности, которые сейчас восприняты всей Европой. То есть ценности личной свободы, либерализма, интеллектуального поиска, ценности независимости, в том числе личной независимости, предпринимательства честного и свободного. Вот это все, если это все будет воспринято русским народом, то он совершенно спокойно впишется в общую семью цивилизованных нормальных народов. Так как в свое время, в 50-е годы, в 60-е годы это сделали немцы, на которых тоже колоссальный груз ответственности за преступления, совершенные их режимом, которые они как народ допустили к власти. Вот я думаю, сейчас Российской Федерации в самом лучшем для нее варианте, ей предстоит пройти примерно то же самое, что случилось с немцами после 45-го года, когда они через внутреннюю ломку какую-то, через покаяние глубокое все-таки сумели вернуться в семью цивилизованных народов и стали весьма уважаемым, успешным, преуспевающим народом и государством, на которое многие, кстати, сейчас ориентируются и равняются. Но для этого пришлось им, конечно, пережить очень много бед, неприятностей и главное, самое главное, духовные внутренние работы, боли внутренние. Вот если не будет покаяния, то, конечно, в России ничего не получится. Иван, большое вам спасибо за это интервью, за эти слова. Мы поддерживаем Украину, украинский народ. Желаем всего самого лучшего. Слава Украине. Берегите себя, свою семью, своих друзей и всем всего самого наилучшего. Украина.